Всем привет, друзья! И это очередной выпуск из рубрики Комп в мешке. Я уже подготовил свой атрибутик, собственно, вот он мешочек, который пополнится в этом выпуске топовым, интересным, игровым и лучшим компьютером из магазина ДНС. Внимание! Мне тяжело говорить, за какую сумму будет куплен компьютер, потому что это... Компьютер будет куплен за 100, мать его, тысяч рублей. Собственно, можете угадать в комментариях, что это будет за железо, что это будет за компьютер. И я уже лично в предвкушении, потому что мы совсем недавно сняли для вас сборку пока за 100 тысяч рублей. Она находится вот тут вот. Ссылка на этот ролик будет в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Именно потому что с ней мы с вами сравним готовый системный блок из ДНС. Само собой, битва будет интересная. Она будет очень горячая, очень жаркая, потому что я не буду жалеть этот компьютер вообще никак. Я сделаю так, что все люди дружно охренеют. Но я не просто так сижу на этой лавочке. На самом деле, просто так, но тут, короче говоря, вот этот спас, это послание для всех. Тут очень хорошее послание. Вот. Спасти лес равно спасти планету. Друзья мои, берегите лес, берегите сосенки, березки все наши. Это очень важно. Кто мусорит в лесу, мне запретили материться. Вот. Тот плохой очень человек. С гребнем вот таким. Ну что, друзья, погнали кошмарить консультантов и покупать интересный, игровой, крутой, навороченный, супер-пупер, мега-топовый игровой системный компьютер. Погнали. Погнали. Внимание, друзья. В рамках данной рубрики мы не сотрудничаем с магазинами цифровой техники, а также не преследуем цели создания конфликта. Рубрика создана исключительно в интересах зрителей канала. Самый тупой компьютер, который представлен конкретно в этом DNS, это у нас HP Pavilion за 70 тысяч рублей. Здесь Ryzen 5 5600G, 16 гигабайт оперативки, SSD 512, видеокарта 1650. Не совсем понятно, зачем ставить здесь процессор с интегрированной графикой, которая стоит намного дороже, при том, что у нас здесь есть дискретная видеокарта. Соответственно, покупатель, который будет брать этот компьютер, переплачивает у нас, получается, сколько? Правильно? Да хрена. Я пришел, не успел за этим всем. Что, пошлите мучить консультантов, что мы тут? Зря пришли, что ли? Здравствуйте. А можно вас на минутку? Я сюда позову, которая, шарик, кампан, хорошо? Хорошо. О, Игорь. Вообще прикольный канал, до чего дорос, да, что мы сейчас покупаем за 100 тысяч рублей компьютер, чтобы по факту просто его отснять. Нам назад его не примут. За 100 тысяч рублей, 100 штук на компьютер, 100 тысяч, мать его. Короче, с нами не хотят походу общаться. Пойдем по магазину погуляем. О, я хочу, смотри, знаешь, что себе купить? Я хочу такую штуку себе под виниловые пластинки купить. Друзья, ставьте Лукас, если вы тоже хотели бы себе такую штуку. Я прямо в детстве помню, у нас на даче было куча виниловых разных пластинок. Был граммофон, как он правильно называется? Граммофон. Вить, прочитай. Виниловые проигрыватели. Понятное дело, что это не граммофон, но все равно, не знаю, что-то есть в этом. Это круто. Правда, я как сейчас помню, в детстве мы эти виниловые пластинки швыряли просто на подаче, кидали друг другу, как эти диски летающие. Блин, там столько раритетных было дисков, столько было крутых. Не давайте детям виниловые пластинки. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас можно? Слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, я хочу купить себе игровой компьютер. Какой порекомендуете? Игровой? Да. Это же все игровые компьютеры? Нет, не все. Не все? Как минимум с видеокартой только два компьютера. А, с видеокарты только два. Вот этот, вот этот. Ага. Еще есть вот этот с 750 GT, но там... GT 710, это игровая, да, видеокарта? Нет. Не игровая? Нет. Она 1 гигабайт, но сейчас, я не знаю, на ней, наверное, можно только с долой запустить. Помайнить на ней можно? Нет, я насколько знаю, там... Ну, надо больше гигабайт у карты, чтобы монетить. А вы не монете на видеокартах, которые в магазине? А в магазине вообще видеокарт сейчас нет почти. А, уже нету? Нету. Наличие, у нас наличие есть только 710 GT, GT 1030. И 3060. И 3060. 3060 сразу с перескоком на такую цену, да. Я понял. А сами вы, какой бы компьютер себе бы купили, бы такой компьютер все купили? Или собрали бы лучше сами? Ну, я бы не собрал бы сам. На 3060 мне бы, наверное, не хватило денег. А на самом деле, ну, на сейчас бы я бы, наверное, взял вот тот вот. GTX 1050 Ti. Единственное, что процессор я бы на i5 заменил. Тоже без дискреции. Уже вы знаете, да, тот же консультант DNS и GTX 1050 Ti, это уже синонимы сказали. На самом деле, у нас уже есть заготовленный компьютер, мы бы хотели его купить. Он стоит 100 тысяч рублей, он у вас находится в магазине, в ожидании, в резерве. Так, последние 4 цифры заказа? Последние 4 цифры заказа. Гриф. Здравствуйте. Здорово. 25-30. Владимир. А? Владимир. Кого? Базарин. Нет, Виктор. Может, с вами фото? А? Фото можно с вами? Да, конечно. Он специально много делает. Я только в день отрадился. Не устраивался, спасибо большое. Нет, что? Фокус там. А, компьютер пошел купить? Верности компьютера? Да, готовый. Сборка готовая? Да. А 100 тысяч рублей готовая? Да, 100 тысяч. С видеокартами так же, здесь 360 там, да? Там? Да. Нет, за 100 тысяч не 360. Нет. Было бы хорошо, если бы то было 360. Есть такой, типа, Чел Бригман, типа, посмотри, типа, я что его знаю, я его смотрел давным-давным-давно, когда отходил в кафе, еще ноутбук, там женщина. Помню, помню. Особенно. Особенно. Да, давайте посмотрим. Ну, вот у брата, особенно, типа, давай брат, тогда он запаролен, что он играет. Норм. Ну, в общем, компьютер, по вашему мнению, хороший. Да. Годный. Я бы его даже назвал игровой. Игровой. Камер лично для меня. Хорошо, можно туда платить? Да. Да, хорошо. Наличка не карта? Наличкой? Проходите, пожалуйста. Иду. Пожалуйста. Чек и целый рубль сдачи. Как-то так. Что, поехали разбирать, смотреть и анализировать с нашей сборочкой за 100 тысяч рублей. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Что думаешь? Он сможет тягаться с нашей сборкой за сотку? Посмотрим. Мне кажется, что она сделает сосай. По-любому. Погнали. Ну все, погнали к машине. Будем упаковываться. И сейчас поедем в студию снимать уже сам компьютерную сборку. Посмотрим, на что он способен. Но я сразу говорю, будет трэш. Он будет полный трэш. За каждый рубль, что я на него потратил, я его хвост выгиб в грибу. Вот. Чего ты ржешь? Бедняга. Потому что оператор хочет с камерой поснимать. В то время как я должен ходить с этим, таскать эту бандуру. У меня машина грязная. Ты снимаешь мне машину, которая грязная. Ну а что, друзья, сейчас мы находимся в студии. И сейчас мы будем распаковывать этого красавчика. Посмотрим, на что он способен. И я уже в предвкушении. Потому что каждый болтик, каждый винтик будет по максимуму раскритикован. Будет по максимуму пройден катком. Потому что 100 тысяч рублей я еще ни разу за всю историю рубрики компнишки не отдавал за компьютер. Короче, давайте приступим к антбоксингу и будем смотреть и любоваться. Сразу же пакет документов. Так. И я сейчас буду вместе с вами в первый раз смотреть в него, из чего он состоит и тому подобное. Поэтому пристегивайте ремни. Погнали. Душек свой есть. Реально воняет на всю студию. Я жрать хочу. Вот у нас история такая. Мы покупаем компьютер за 100 тысяч, но при этом кушаем дошираки. Это Витя так платит. Ты... У тебя с каким вкусом? Я с грибами. С грибами? Ставьте лайки, если вы любите доширак с грибами. Ставьте два лайка, если вы любите говяжий дошик. Так. Приступаем. Ну, собственно, кон... Убоксик. ДНС. Спасибо вам. Вы просто делаете контент для меня. Я вас люблю. Так. Давайте с вами сразу пройдемся по макулатуре, которая идет в комплекте. Что у нас идет? Болтик в комплекте. Что у нас тут? Хабик для одной вертушки. Круто. Документация. Зетовский ком. Документация для материнской платы. Блин, нормально. Слушайте, у нас и болтики для SSD, у нас вообще все есть. У нас идет конвертик даже. Еще с инструкцией. Красивый, кстати, конвертик. На самом деле, все это нахрен не нужно, но тем не менее приятно. На самом деле, молодцы. Потому что есть какая-то видимость того, что вы не заплатили за воздух. Хотя, по факту, поверьте, вы заплатили за воздух. Дальше вы поймете, почему. Не вы, а я. Ну что, приступаем сейчас мы с вами, друзья, к анбоксингу. Будем распаковывать, а также сравнивать с моей сборкой ПК за 100 тысяч рублей. То есть, у нас в обоих случаях. Смотрите, мы с вами покупаем либо готовый компьютер за 100 тысяч, либо мы с вами собираем компьютер. И сравниваем. Так, начнем с того, что у данного корпуса закаленное стекло. Это круто. Молодцы. Это, в принципе, наверное, все достоинства. Борь. Я не знаю, как, кто, кто его собирал, кто лазил внутрь. Но, уважаемый ДНС, посмотрите, пожалуйста, кто залезал внутрь данного компьютера. Потому что тот, кто залазил внутрь, тому бы я руки поотрывал. Выглядит все неплохо, но я купил новый компьютер. Какого у я? Сейчас тут такая история. Вот как выглядит сам компьютер. И обратите внимание на наклон башни. Я думаю, вы заметили то, что башня наклонена, а она сломана как будто. Посмотри, она как наклонена. Я сейчас распаковал при вас. Я очень надеюсь то, что видно, потому что... Ну, это... Ну, типа, у меня других слов нет. У нас сейчас даже в студии от моих друзей было предположение, что может кулер, типа, изначально такой. Нет, такого быть в принципе не может, потому что это нарушение воздушного потока. Мне кажется, что он либо не закреплен нормально, либо, что самое страшное, он погнут. Я не знаю, что с ним делали. Если он погнут, то это брак. Это серьезный брак. Это очень серьезный брак. То есть, в любом случае, у меня претензии сейчас к двум компаниям. Уважаемый ДНС, а также уважаемый Z-гейминг. Обратите внимание на данную ситуацию и попытайтесь понять, в следствии чего данная история произошла. Друзья, будьте внимательны, прежде чем что-то покупать. Вот вам уже первое, с чем вы можете столкнуться, покупая готовый системный блок. Итак, дамы и господа. Мы с вами потратили 100 тысяч рублей на готовый системный блок и лот номер один. Видеокарточка. А мы будем идти в той последовательности. Я буду на ваших глазах все разбирать и досконально проходиться от А до Я. По всем пунктам ставить либо лайк, либо дизлайк каждому компоненту, этапности сборки и прочее, прочее, прочее. Мы, короче, разберем все попунктно. И начинаем мы с видеокарточки. Ту штуку. Вот ты копишь, копишь, откладываешь деньги, батины, которые тебе дают на обеды в студенческом столовой. Ты копишь. Пошел подрабатывать. Объявление раздавал. Я пять лет объявление расклеивал и раздавал не долго, а именно расклейкой занимался больше пяти лет, когда был подростком. Я просто понимаю, вот сколько мне потратилось бы времени, чтобы накопить эту сумму, работая на обычной работе. Итак, друзья, какая же видеокарточка стоит в нашем готовом системнике за, напоминаю, 100 тысяч рублей. У нас с вами здесь стоит RTX 2060. На 6 гигабайт, соответственно, от компании MSI. Это Ventus. Вантус. Ну а свою сборку пока за 100 тысяч рублей. И я поставил RX 6600 XT. Это видеокарточка от компании AMD. А точнее, с графическим процессором от компании AMD. И в исполнении от MSI. Точно так же, как у нас вот эта MSI. Ну а самое-то интересное, то что обе эти видеокарты стоят в районе 60 тысяч рублей. Мы с вами проверим. В итоге целесообразно было ставить в готовый системник вот эту видюху. Или за те же самые деньги можно было поставить другую. И да, банально, покупая игровой компьютер за 100 тысяч рублей, хочется увидеть что-то мощное, производительное и так далее. Но явно не 2060, а по 2060. Да, сейчас эпоха майнинга, бума и прочее, прочее. Но, друзья, есть видеокарточки лучше, чем 2060. Реально лучше. За те же самые деньги. Я очень сильно задался бы вопросом, насколько мне вообще хватит этого компьютера, будучи я, допустим, покупателем и потребителем. Сомневаюсь. То, что мне надо долго. А к тому же, неправильная видеокарта может быть поставлена в сборку, еще и по причине нехватки бюджета. Ну а чтобы подобное не произошло, я бы хотел вам прорекламировать сервис Покупай со Сбером. Но ведь гораздо лучше взять хорошую видеокарту, тем более, если есть возможность рассрочки. Теперь совершать покупки с умом легко. Ведь с помощью сервиса Покупай со Сбером можно приобрести товары из разных категорий в рассрочку. Компьютерное железо, смартфоны, товары для дома и здоровья. Все это и многое другое теперь можно взять в рассрочку онлайн, благодаря большому количеству партнеров у сервиса. А покупаешь сейчас, платишь потом. А теперь можно более грамотно планировать все бюджет. Да, онлайн означает то, что вам не понадобится тратить время и подавать кучу различных документов, а решение вы получите всего лишь за несколько минут. Срок рассрочки без переплат и процентов может составлять от 3 месяцев до 3 лет. А к тому же, без первоначального взноса доступны суммы от 3 до 300 тысяч рублей. Чтобы совершить свою первую покупку, переходите по ссылке в описании, выбирайте подходящий магазин-партнер и совершайте в нем покупку в рассрочку без каких-либо переплат. Весь процесс происходит онлайн и без каких-либо заморочек. А если вы уже знаете, что купить, то покупайте со сбером. Ссылочка будет в описании. Ну а мы, друзья, в свою очередь плавно и нежно переходим к следующему лоту. Следующее, до чего мои руки могут дотянуться, это до оперативной памяти. Мы с вами посмотрим, какая тут оперативка. Стоит сказать, что тут, во-первых, у нас используются в плане оперативки две плашки, они стоят через одну. То есть двухканалей режим работы задействован, поэтому хотя бы за это вам лайкось. Итак, смотрим. У нас две плашки тут используются. О, XPG, это у нас гейминг D10, который мы, кстати, Борис, мы эту оперативочку, помните, много раз использовали. Вы сейчас видите крупным планом данную оперативную память. У нас здесь 3200 МГц, две плашки по 8 ГБ, и у нас тайминги 16, 20, 20, 20, 20, ну, оператоз окей, 16 ГБ двухканалей, все, молодцы за гейми, хотя бы в этом вы действительно молодцы. Ну, а в свою сборку ПК за 100 тысяч рублей я поставил вот такую оперативку, это Corsair V-Gents, это также 3200 МГц, две плашки по 8 ГБ, с таймингами 16, 18, 18, 36, то есть разница только тут в таймингах не особо сильно отличаются, так что с оперативкой можно сказать плюс-минус одинаковая. Ну и сейчас что, комрады, у нас следующим этапом идет кулер, вот сейчас мы и взглянем, что же тут произошло. Но перед этим, кстати, хочется добавить одну вещь, то что ДНС прислушалась к нам, к вам, также мои зрители уважаемые, и на многие сборки теперь вы можете увидеть действительно расширенный и подробный прям список всех компьютерных комплектующих, которые установлены внутри системных блоков. Это небольшая, но все-таки победа. Мы с вами большие молодцы. То есть не только я там с видосами там своей команды, а вы все, то что смотрите этот ролик, вы репостите. Этими роликами вы заслуживали регулярно группу того же ДНС и прочие другие магазины и видео. Пока что только ДНС пошли навстречу и действительно услышали адекватную здравую критику по этому ДНСу. Просто лайк за то, что действительно прислушиваются критики. Но это все лирика, это все красивые, ласковые, приятные слова в адрес ДНС и некоторых производителей. Но сейчас будут в адрес ZGaming, а также логистических решений крайне острые и колкие фразы сказаны. Потому что мы переходим, как я сказал, кулеру. Мне даже неудобно отверткой подлезть. Кулер вот так вот. Ну, давайте, сейчас посмотрим. Так, а мне интересно, момент такой. Ой, ой, там не высовывается провод. У меня по ощущениям, что там сзади кабель менеджмент присутствует. Э, нет. Нет, там никакого кабель менеджмента. Просто одной стяжки. Одна стяжка. Да, 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 чисто одна стяжка на весь комп. Но, ZGaming, у вас был шанс. Они дополнительное дополнительное создали на край процессора. Чисто теоретически они могли повредить кристалл. И сокет. То есть, смотри, он... Вот эти трубки, 4 трубки идёт. Вот они, ребят. 4 трубки. Они... Вот она башня. Они накренили, и давление на крайнюю трубку её, предпоследнюю, избыточное создано по факту. Да, я о чём и сказал. Ненавижу, когда с железом обращаются... Так. Ну, с этим кулером хрен с ним. Сейчас я вам кое-что, друзья, покажу. Балдёж. Балдёж. У нас получилось так... Я очень надеюсь, что ничего не случилось с кристаллом, ничего не случилось с материнской платой. Вот вы сейчас видите, насколько ровный у нас кулер. И вот эти трубки, они перекошены. Они вон, видно, как создали давление избыточное. Оно ещё избыточное. Из своих пазов вышли эти трубки, и стали давить дополнительно на кристалл. Ребят, вы в ДНС продали мне брак. Объявляется серия железных ревизоров конкретно в этом ДНС, если вы мне сейчас не вернёте деньги обратно за этот компьютер. По закону защиты прав потребителей, я только что столкнулся с браком, я хочу свои деньги все, в полной мере, все 100 тысяч рублей назад. И этот компьютер мне нахрен не сдался. Я буду возвращать назад. Вот, а вы говорите, Брик, чё ты докопался? Чё ты докопался до бедных производителей? Чё ты докопался? Обычные компьютеры продают. Кто хочет, столько и накручивает. Да потому что, вот он ваш комп в мешке. Если даже вы указываете характеристики у компьютера, да, там на сайте ДНС, за это опять же молодцы, я ничего не говорю. Но даже несмотря, там указанные характеристики и так далее, всё это похрен, всё это по барабану будет. Потому что, вы один хрен покупаете комп в мешке, вы всё равно покупаете хрен знает что. Потому что, вы получите вот это вот. И потом, придя в сервисный центр, вам скажут, друг, а мы тут ни при чём. Но по факту. Они могут сказать, нет, ты там что-то сделал, повредил, да пошёл ты нахер. Это механическое воздействие. И пошлют вас к чертям собачьим. И ничего вы не вернёте, никому вы ничего не докажете. Как можно здесь жить? Как можно здесь жить? Как вы живёте? Да, вот сейчас команда моя говорит, типа, Брик, вот в прошлый ролик, типа, у тебя был комп в мешке, где ты наоборот расхвалил ДНС. Я в прошлом ролике не расхваливал ДНС. Вы сами просили в комментариях, чтобы я снял хороший игровой компьютер, который можно купить. Действительно, я показал хороший компьютер. У нас же почему-то воспринимается, когда ты действительно что-то хорошее показываешь не в целью рекламы. Мне ДНС не платили за прошлый комп в мешке. Но, тем не менее, всё равно тебе говорят, что ты прорекламировал кого-то. Я никого не рекламировал. Показал хорошую сборку, которую действительно можно найти в ДНС. Показал, что не только говно одно продаётся. Потому что я не хочу создавать вот именно одностороннее какое-то мнение и хочу показать объективно то, что есть и хорошие компы, и плохие. Да, плохих больше, но есть и хорошие. Так что те, кто пишет, писали точнее о том, что меня купили ДНС, обломитесь. Ну, а в свою сборку пока за 100 тысяч рублей я поставил вот этот кулер. Это Deepcool Gamax 400. Точно так же у нас здесь 4 медные тепловые трубки. Как и в этом компе в мешке. То есть кулеры плюс-минус они похожи. В обоих случаях у нас Deepcool. Короче, кулеры у нас похожи. Очень похожи. И по TTP-шке, скорее всего, они плюс-минус одинаковые будут. Только вопрос о процессоре. Для моего процессора действительно такой кулер нужен. Но нужен ли был этот кулер для процессора, который установлен в компе в мешке? Я сильно в этом сомневаюсь. А дальше вы поймёте, почему. Мы с вами переходим к следующему лоту. Это у нас процессор. Какой же процессор стоит в компе в мешке? Собственно, всё. Термопасту я вытер своим шикарнейшим полотенчиком, которое повидало уже не одну десятку. Даже какую десятку? Сотню сборок. Итак, в роли процессора в компе в мешке у нас установлен процессор от компании Intel. Это i5. Intel Core i5. 10400F. TDP я наизусть знаю. Это 65 Вт. И вот спросите себя, друзья мои, зачем в этот компьютер ставить вот такой кулер, где будет TDP в районе 120-130 Вт. Тепло, точнее, рассеянная мощность у этого кулера 120-130 Вт. В то время как процессор здесь используется на 65 Вт. Обычный боксовый кулер. Хорошо, вы хотите красивый, подсветочку и так далее. Можно сэкономить было. Ну ладно, бог с ним. Это так больше дотирка, докапываюсь больше на самом деле. Ну а свою сборку пока за 100 тысяч рублей. Я поставил вот этот процессор. Это Ryzen 5. AMD Ryzen 5 5600X. Камень очень годный. Он хороший. Он на уровне по производительности как с i7 10700F. Ну, просто 10700, можно без F. В некоторых моментах, конечно, да, 10700 окажется чуть лучше. Но в целом, плюс-минус по производительности он почти что доходит до 10700. Тут у нас же стоит 10400. Уважаемый Z-Gaming, вы свой этот стационарный суперский игровой компьютер могли бы поставить не 10400F, а 11400F. Данный процессор обошелся бы вам на 2000 рублей дороже в сумме сборки. Иными словами, если говорить по ценопроизводительности, то у 11400F был бы этот показатель намного лучше. Поэтому я не одобряю именно этот процессор. Сюда лучше было поставить 11400F. Короче, в любом случае, пока что сильных критических каких-то ошибок именно в сборке я не выявил. только при мелочевке. Это больше, наверное, мелкая критика что-то. Но поверьте, вечер еще впереди. Следующее у нас компьютерное комплектующее, которое будет разобрано. Это материнская плата. В роли материнской платы у нас здесь используется материнская плата от компании AS ROCK на чипсете B460. Похвально, это не Edge чипсет. Но вот у нас и несовместимость компьютерных комплектующих вырисовывается в сборке ПК. Точнее, в сборке, в готовой сборке ПК от Z-Gaming, купленной в DNS. А вы сейчас спросите, Брик, погоди, что же не так? В смысле? Процессор, он соответствует? Типа, все окей, сокет же? Как, как? Все нормально? А вспомните, друзья, про оперативную память. Оперативная память у нас здесь используется частотой 3200 МГц. Проблема в том, что эта частота не выставится на данной материнской плате. Здесь будет максимум 2666 МГц. Мы в своих сборках тоже не раз подобное делали, но делали мы это с учетом именно чего? То, что разница в цене между оперативной памятью с частотой 2666, причем вот этой как раз-таки, XPG Gaming D10, от Адаты, разница в цене 2666 МГц и 3200 МГц составляла там 200, 300, 400 рублей. Типа, разница вообще незначительная, но вы получаете сразу высокопроизводительную оперативную память, пускай вы не можете на максимуме использовать, но тем не менее, под будущее, если вдруг апгрейд, то у вас сразу же будет частота достаточно высокая у оперативки, вы спокойно сможете ее поставить. Но тут я сильно сомневаюсь, что это сделано по этой причине. Если это сделано по этой причине, Intuze Gaming, простите меня, если же это просто ваша недоработка, то... Ай-яй-яй. Будьте внимательнее. Вообще, данная материнка вполне себе неплохая. У нас здесь есть слот под SSD накопитель RAAS, которого я внутри не вижу, он не установлен. Вот тут под радиатором еще один SSD-шник М2 можно установить сюда. Есть М2 слот под Wi-Fi. Четыре слота под оперативную память, VRAM более-менее адекватная, то есть материнка реально неплохая. Плюс у нас тут есть подсветочка. А подсветочка, как вы знаете, всегда добавляет FPS-ики в играх. То есть, в общем и целом, мать годная. В нашей же сборке используется материнская плата не такая красивая, как тут, потому что, ну, действительно, вы можете посмотреть, у нас она более простая, потому что мы старались брать с учетом того, что хотим поставить более лучшее, другое компьютерокомплектующие. Тут реально, у этой сборки материнка немного лучше. В общем, в нашем случае была взята материнская плата тоже с очень хорошим функционалом, достаточно добротная, но за исключением, конечно, некоторые моменты здесь отсутствуют, типа, в плане радиаторов на VRAM и Wi-Fi модуля. Ну, плюс еще один М2 слот отсутствует. В принципе, все. В общем и целом, эта материнка тоже годная. А зато, да, мы не стали переплачивать в рамках нашего ограниченного бюджета. То есть, Z-геймингу похрен, а нам было нет. И вы, наверное, сейчас, друзья, спросите, а где же Brick будут храниться игры, файлы и прочая вся фигня? Я вам отвечу. Короче, давайте с вами смотреть по SSD-шникам и жестким дискам, что у нас. Ого-го-го-го! Да, в нам суперском игровом компьютере установлен SSD-накопитель от компании Silicon Power. У нас A58 модель, на 512 гигабайт. Я знаю эту серию, я сталкивался с этим SSD-шниками. Они одни из самых дешевых вообще на рынке. Типа, я не могу сказать, что они прям полный трэш, полная фигня. Нет, я такого не скажу. Потому что, ну, типа, я даже в свою сборку могу спокойно поставить эту серию. Ну, естественно, у нас действительно очень сильно мы укладываемся в бюджет. Вообще, ну, без проблем. Вопрос в том, что это самый дешевый SSD-шник. Просто стоит это учитывать. В моей сборке пока установлен SSD-накопитель от компании ADATA. Этот SSD-шник у нас тоже, вот, кстати, как оперативочка там, SPG серия. Мой же SSD-накопитель имеет протокол поддержки NVMe. О чем это говорит? Да, о том, что мы вот этот SSD-шник устанавливаем не сзади компьютера, а в саму материнскую плату. Экономим тем самым место, и плюс он имеет скорости примерно в 2,5, почти в 3 раза выше, чем вот этот SSD-накопитель. Идем с вами дальше. В этой сборке даже есть жесткий диск. Нет, его нет. Я думал, что есть. Показалось. Привиделось. Нет, в этой сборке все, нет жесткого диска. У вас только один SSD-накопитель на 512 гигабайт. Это все, что вы можете получить за, соответственно, 100 тысяч рублей. В моей же сборке присутствует жесткий диск на 1 терабайт Western Digital Blue 7200 оборотов в минуту, 64 мегабайта кэша. Собственно, вот, годный, реально годный. Итак, друзья, последний у нас с вами лот. Это блок питания. Мы с вами сейчас посмотрим, какой блочок тут стоит, какой поставил я. И потом с вами просуммируем, сколько стоим всего этого железа в данном компьютере и насколько все-таки нас с вами не то, чтобы нагрели, короче, но сколько мы с вами переплатили. Это у нас блок питания от компании Deepcool. Это DN500. Но по мощности здесь у нас 500 ватт. И вопрос сейчас к Z-гейминг именно в плане мощности. То есть, смотрите, у данного блока питания 500 ватт. Мы с вами берем сборку пока. Тут у нас 2060. Лучше всего блок питания работает, когда КПД расходуется на в районе 50%. В районе 190-200 ватт будет потреблять видеокарта 90 ватт примерно. Процессор это уже 300 ватт. Остальные комплектующие 15-20 ватт закладываем. И мы имеем следующее, то что 310-320 ватт будет кушаться уже в априори у данного блока питания. То есть, он уже будет работать данный блочок примерно на 65% своей мощности 70 даже процентов. И ну как-то такое себе удовольствие. В свою сборку пока я поставил блок питания от компании КУГОР это STX на 700 ватт. У человека хотя бы будет возможность в будущем проапгрейдиться. Будет небольшой запас по мощности. Тем более изначально вся сборка не будет хотя бы работать и заставлять блок питания работать на 60-70% как это сделано в этом случае. Так что вот мой выбор. Ну что друзья наступает этап почета стоимости всех комплектующих. Ну кстати стоит это должное за корпус потому что в данном корпусе используется внимание три вертушки спереди на вдув одна сзади на выдув. Сверху ничего нету но в принципе с тем железом это и не сильно нужно. В целом за воздушные потоки я ставлю лайк за корпус но за воздушный поток у кулера дизлайк. Итак друзья мы подбили итоговую стоимость данного компьютера сколько все это стоит по компонентам в отдельности и по итогу сколько вы переплачиваете за этот золотой наверняка внутри золотой и вообще непомерно из чего сделан из дорогих цветных металлов для того чтобы вы могли сдать эту вертушку назад потому что ее стоимость внимание минус 327 рублей да вы не ослышались стоимость всего железа по отдельности составляет 100 тысяч 327 рублей то есть да стоимость всего железа по отдельности получается ровно столько же сколько стоит данный компьютер целиком прикольно ну для нас не прикольно нет вообще прикольно это тенденция как раз таки из-за стоимости видеокарты по факту это все стоило намного дешевле самому Z-гейминг но тем не менее для конечного потребителя что это выливается пофигу на Z-гейминг пофигу на их внутренние там какие-то как они убивают квоты там допустим на видеокарты закупают их дешевле и так далее конечный потребитель имеет следующее то что если вы будете собирать такой же компьютер из точно такого же железа вы потратите ровно столько же денег как купите его в сборе но вы возможно сейчас зададите закономерный вопрос Брит а смысл тогда вообще всего этого ролика если ну получается по цене это то же самое а вот дальше сейчас будут тесты и вы поймете что вы могли бы собрать будь у вас 100 тысяч рублей и насколько это оказалось бы лучше внимание на экран поехали к тестам ну что приступаем к тестам и первая игра на тестах это Far Cry 6 в этой и абсолютно во всех играх в этих тестах мы будем использовать Full HD разрешение и ультра настройки графики и да трассировка лучей Far Cry 6 была включена я начал именно с Far Cry потому что до сих пор очень многие люди считают то что трассировка лучей на видеокартах от AMD работать не будет DXR расшифровывается как DirectX Ray Tracing это технология трассировки лучей которая была включена в DirectX 12 и она вам всем доступна как на видеокарточках от Nvidia так же и на AMD идем с вами дальше игра номер 2 это новенький Hitman 3 так вот если говорить про противостояние соответственно этих двух компьютеров то мы видим следующее если в прошлой игре именно Far Cry 6 разница была в районе 10% то тут мы с вами видим плюс 31% 30% разницы именно по FPS но тем не менее можно вообще без проблем сказать то что 2060 видеокарточка до сих пор очень и очень крутая идем с вами дальше игра номер 3 это соответственно Lara Croft ну и разницу вы увидите соответственно сами да конечно возможно некоторые скажут то что разница не такая большая как ожидалось да и более того я сам ожидал на самом деле чуть больше разницы но какая бы разница ни была она есть и причем если говорить по факту то вы получаете ту же прибавку там где-то в играх 30% где-то 20% по FPS вы это все получаете абсолютно бесплатно потому что разницы по деньгам нет так что тут по сути решать именно просто человеку уже он готов соответственно получить готовый компьютер где будет кулер на бок повернут там все сломано будет или еще что-то или собрать самостоятельно получить лучше компьютер и не заморачиваться с тем что вот где-то что-то там сейчас троттлить начнет перегревы будут и тому подобное ну и давайте рассмотрим четвертую последнюю игру именно чтобы закрепить результат ну и как вы понимаете ситуация не особо-то изменилась и все примерно то же самое к слову говоря температуры у обеих видеокарт плюс-минус они одинаковы ну и напоследок я сейчас скажу одно Z Gaming пожалуйста напишите мне на почту я очень-очень жду вашего сообщения я Витя достаточно крупный компьютерный канал и я очень прошу вашу компанию обратить на этот ролик внимание потому что вот такой компьютер который купил я оказывается не исключение а если вы зритель сейчас не понимаете что происходит то смотрите дальше мы совсем скоро поедем обратно в ДНС ну а что друзья тесты закончились и теперь решать только вам покупать ли готовый компьютер либо все-таки собрать самому потому что самому как вы видите можно собрать намного производительную систему и в принципе данный компьютер который вы берете соберете сами будет вас действительно радовать и вы не будете мучиться от троттлинга процессора от перегрева его потому что в процессе транспортировки данный компьютер был поврежден и я не знаю может это задумано было за геймингом в общем и целом я могу сказать следующее то что ситуация прикольная мы сделали то о чем вы просили неоднократно в комментариях чтобы я наконец-то в эту рубрику комп мешки купил компьютер не за 50 тысяч не за 40 тысяч а за целых 100 мать его тысяч рублей и я это сделал по вашим просьбам вот так что оставьте лукчинский все это сделано для вас ну а сейчас мы перемещаемся в ДНС мы пойдем сдавать этот компьютер и посмотрим на результат примут его назад или все же нет поехали в ДНС ждем консультантов собственно чек есть все есть мы столкнулись с браком башня у кулера наклонена порядка 13-15 градусов повреждение трубок идет и самой площадке крепления кулера как вообще можете прокомментировать как-то эту ситуацию как быть обычному покупателю потребителю в подобном случае если он купил готовый системный блок и столкнулся с браком вероятность брака она всегда присутствует ну вероятность да брака есть да я не спорю я говорю к тому что как быть обычным потребителем так как это готовая сборка это технически сложный товар считается то есть вправе отказать от возврата нет мы не отказываем возвратить денежных средств мы просто сначала отправим его в сервисный центр проверяется да он проверяется если ну там дефект не обнаружен соответственно мы сразу денежки возвращаем вот и все а если дефект обнаружен и этот дефект по заключению идет именно не пользу мы все равно будем отталкиваться от сервисного центра куда будет соответственно хорошо у нас пару раз было такое что мы одному клиенту два раза заказывали тоже готовый комп тоже задгейм нет самое интересное то что у одного на процессоре просто контакты не доходили то есть ну криво собрали второй раз мы второй раз перезаказали то же самое абсолютно было ну и в третий раз ему все-таки фортунуло и мы что-то решили проверить мы взяли все это разобрали потом поставили смотрим что контакты не доходят и все в принципе понятно это именно Z-гейминг это именно Z-ки вот вся вся вот эта вот именно игровые компьютеры почему-то у них вероятность так скажем плохого состояния значит снова обращаюсь к Z-гейминг проследите пожалуйста со своими компьютерами потому что то что вы продаете это полный брак у нас даже вообще вопросы были как можно было вот так погнуть то есть его пинали когда логистика была либо еще что-то я имею ввиду что обычный человек мог этого попросту не заметить и по итогу в играх просто бы уходил в троттлинг были бы лаги фрезы а потом спустя время там пройдет пару месяцев как человек заметит уже позднее будет метаться нет просто допустим некоторые не шарят не приходят вот сюда и такие вот я знаю что я хочу и готовый системник покупают да и готовый системник ему говоришь не надо он покупает бывает будьте максимально аккуратны и внимательны к тем покупкам вообще к компьютерам которые вы покупаете вообще не покупайте готовые системники потому что вы хрен знает что можете купить реально кот мешки комп мешки да вы взяли не нашли человек может выкинул кто-то понятно это чтоб деньги нам не выдавать все спасибо большое деньги нам вернули вот но обычному покупателю в 99% случаев придется пройти через сервисный центр 30 дней соответственно сервисного центра и по 30 дней меньше ориентировочно плюс-минус пару недель по закону проверка качества 20 рабочих дней а по закону 20 так обычно сервисом в районе недели уже ответ видно понял я тебе пишу в контакте не отвечаешь ну что друзья котят мои денежку нам вернули собственно вот они эти деньги с этого компа в мешке спасибо большое днс спасибо большое зам управляющего то что пошел навстречу но мы все прекрасно с вами понимаем то что пошли они навстречу потому что я блогер будь обычным человеком вполне вероятно то что отправили бы меня в сервисный центр и после сервисного центра далеко не факт что деньги вы вернули потому что я знаю кучу историй кучу случаев спасибо что пишите эти случаи мне на почту так что не все такие белые пушистые которым хотят казаться не все ну да вот на этом все друзья с вами был Бригман всем удачи до новых встреч и увидимся совсем скоро всем пока